Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И да, не удивляйтесь, что я встречаю вас в такой непонятливой, странной, лагающей, как всегда, при съёмках обстановке. Но я просто божественно рада тому, что тракенинов подчинили, их подчинили. Это, конечно, не та анимация, которая была, два обновления их анимации назад. Да, сейчас я отключу всё, что можно вообще, всё, что мне тут может мешать. Это все уведомления, надо было сделать это раньше, но я же, как всегда, я по-другому не могу. Отключайся, давай. В общем, я очень рада, что, наконец-то, одна из моих самых обожаемых пород, на которых я мечтала когда-то заниматься вывеской в игре, ради... Кстати, кто не в курсе, у меня... О боже, у меня пять тракенинов, у меня пять тракенинских лошадей. Боже, это много, это много! Хотя, примерно столько же у меня, по-моему, у лузитанов и андалузов? Но нет, тракенинов. Я вот покупала, когда я увидела впервые эту модельку, я сразу поняла, что это та лошадь, которая мне нужна. И у меня две пегих, один рыжий, один гнидой и один теперь ещё и вороной, обожаемый хэллоуинский тракенин. И, о боже, я прям не могу не нарадоваться, что, наконец-то, моих любимых тракенинских коней подчинили. И, да, могу называть их неправильно и вставить ударение, но, о боже, это просто кайф. Если у вас есть тракенинская лошадь, то, я думаю, вы испытывали те же самые чувства, что я, когда прочитали информацию в статье о том, что их починили, что наших любимых лошадок починили, что это не та анимация, но всё равно рассят, а они теперь куда лучше, чем было. И, да, несмотря на то, у меня сейчас очень сильно всё лагает и у меня они не в самом лучшем состоянии здоровья, потому что я коплю СК, а, как вы знаете, чистить всех моих лошадей я просто не в состоянии. Для этого нужно нанимать конюха, а это нужно тратить реальные деньги, а этим я заниматься не собираюсь. И смотрите на этот шаг, пропала вот эта вот ломаная прямая шея. Надо бы вообще выехать на ровную поверхность, но... И вообще... О чём это видео? В этом видео мы посмотрим, что же нам добавили в этом обновлении. Я знаю, что я затянула, у меня не было, я честно вам говорю, у меня не было возможности записать видео по обновлению, которое вышло вот все эти дни, потому что у меня было задание по учёбе, и я приходила домой и просто выполняла все те кучу презентаций, которые нам задали на субботу. Но теперь я свободна, я всё отдала, всё защитила, всё выступила, и поэтому решила записать сегодня в свой единственный выходной полноценным вам видео. И я уверена, что те, кто очень сильно ждали это видео, вы его дождались. Так что давайте вначале направимся в деревушку Санта-Клауса и посмотрим же, что же добавили нам в этом обновлении. А в этом обновлении нам добавили, а точнее обновили самую VIP, самую топовую лошадь всех самых первых времён Star Stable онлайн. Нам обновили фризов. И если честно, я полом недопонимание самой себя, потому что мне в принципе нравится моделька, смотрится круто, но у меня нету такого вау. То есть если я уже посмотрела кучу видео со старыми фризами, с новыми фризами, с самыми старыми королевскими фризами, не знаю почему их королевскими назвала, в общем с самыми первыми фризами. И знаете, я поняла, что вот эти вот новые, обновлённые, как бы вообще самые свежие, самодовоиспечённые фризы для меня оказались на втором месте. То есть если выбирать между покупкой самых первых, вторых и третьих фризов, я выберу второе поколение, которые у меня уже стоят в конюшне. И знаете, на самом деле очень большая радость... Нет, у них классная анимация, особенно вот эти показные зубки, потому что вот этот язык, это просто очень смешно, да, просто до хохота и вообще. Но, значит, да, вот этот прекрасный конь из зимней деревни потом переберётся к своим остальным собратьям в конюшням Юрвика. Я думаю, разработчики сделали это для того, чтобы те, у кого нету старайбера, смогли себе купить вот такую лошадь. Но, если честно, по мне, так это свинство, потому что раньше, чтобы иметь крутую лошадь, крутой породы, крутой масти, тебе нужно было долго и усердно качаться, чтобы открыть Эпону и купить себе эту лошадь. Поэтому я, если честно... Да, меня сейчас могут начать осуждать все, у кого нету старайдера, но, ребят, суть была в том, что если ты хочешь выглядеть круто, ты хочешь себе крутую лошадь, как по породе, так и внешне, то давай иди открывай последние локации Эпоны и покупай. Все исландцы до сих пор в Эпоне, чему я до сих пор, кстати, очень сильно рада. Крутые масти англичан и всего подобного все тоже находятся в Эпоне со старыми фризами. И мне кажется, было бы нечестно самую крутую фризскую какую-то масть ставить общую доступность. То есть я бы, наверное, все-таки вот этого шикарного фриза, я бы поставила его в Эпоне, чтобы его могли, скажем так, получать только самые крутые прокаченные игроки. Но это только мое мнение. Все-таки раньше самые вторые, второе поколение фризы стояли всегда на ферме Стива, но зато были пятнистые и серебристые фризы в зерушке полумесяца. Стоит такая лошадка 950 СК и переносит холод. Пожалуйста, дайте мне Шайра, который бы переносил холод так же, как этот фриз. Мне очень нравится моделька, но на самом деле, согласно со многими, они накосячили с гриви. Можно было бы просто, на самом деле, отдать ему гриву коня второго поколения, и все было бы просто замечательно. И мне не нравится, что у хвоста нету острого кончика. Я не знаю почему, но я не люблю такое. А у фризов я сколько вживую видела на фотографиях и на видео, чаще всего у них все-таки хвостик имеет острый конец. Ну, хотя бы вот такой же, как вот в данный момент у моего, у моей тракининской, тракининского коня. Хотела кобылы назвать, потом вспомнила, что жеребец. Ха. О, Дора, Дора убежала. А, нет, заметила? Заметила! Здравствуй, Дора. А, тоже на тракининской. Все, все, кто любит тракининов, меня поймут. Так что, Дора, Лайтстер, соклубица, ты попала в это видео, и сразу видно, что ты тоже входишь в клуб любителей тракининской лошади, да? Приветик. О, давно не виделись. Так, но надо продолжать снимать видео, и поэтому давайте мы перейдем к следующим мастям, которые находятся как раз в конюшне Юрлика. Так, вот и мы на месте, я уже приехала, и давайте посмотрим на всех остальных. Кстати, чему я очень сильно обрадовалась, это тому, что на всех старых фризов снизили цену, и теперь они стоят намного дешевле. Если я не ошибаюсь, первое поколение 300 СК, второе поколение 500 СК, и вот эти последние 950. Насколько я помню, раньше фризка-лошадь была вообще самой дорогой лошадью, и стоила она 990 СК. Сейчас же она стоит 950. То есть, вот эти вот лошади, все равно по цене уступают своим предыдущим версиям, которые были на ферме СК. Так, что у нас здесь есть? У нас тут есть гнидая лошадка, вот такая вот. Но, если честно, что-то такое себе... Вот почему, кстати, гнидой фриз во втором поколении был, насколько я помню, золотистой гривой, если бы... О, боже, да, как-то это все странно. Вообще, сейчас очень много видео и постов о том, что фризы очень глючные, что они очень зависающие, что анимация у них дерганная, и все в этом. Но, если честно, я немножечко с этим уже соглашусь, потому что, да, что-то такое в этом есть. Но, в принципе, коняха неплохой, на фризов, правда, не похож. И да, разработчики, кстати, очень разумно сделали, что заранее ответили, что они делают лошадей иногда, как бы опираясь на реальную породу, но масти могут делать сами. И на самом деле, это вроде как странно, потому что мы здесь в этой игре ожидаем реалистичных лошадей, но вдобавок к этому получаем лошади с реалистичной породой, но не реалистичными мастями. Хотя, кто знает, может быть, кто-то скрестил Аполлузу с фризом и вышел как раз вот это. Просто мы об этом не знаем, потому что это не отдельная порода, это не официальная масть. Но все на этой земле может быть. Ну, или хотя бы в какой-нибудь вселенной. Поэтому я очень часто вижу, что сейчас катаются на вот таких вот гнедых и на вот таких вот чубарах. Ну, давайте леопардовых. На таких пятнистеньких, пятнистых фризов. Да, я все никак не выучу мастить, так что извините, некогда мне этим заниматься. У меня есть чем вообще в жизни заниматься, кроме всего этого. В общем, на самом деле, мне очень нравится все в этих лошадках, кроме пока что их глючности, дерганности и вот этой вот гривы, которая проходит сквозь их же текстуры. Нет, в какие-то моменты она смотрится нормально. Да, еще вот это вот вообще пиафа, прекрасно. Но иногда эта грива просто превращается в какие-то сосульки. Но мне не нравится, что, видите, они ее сделали на три части, то есть она не цельная. Она состоит из трех частей, и из-за этого иногда, ну вот, реально полное ощущение сосулек каких-то. Вот, как только зима закончится, фриз с вороной переедет как раз сюда. И здесь мы еще наблюдаем, давайте посмотрим, раз, два, три, четыре. Еще четыре ячеечки, следовательно, нас, значит, сюда один, допустим, станет. Нас должен будет еще ждать серебристый фриз. По-моему, еще одного оттенка вороной фриз. И фриз вороной, но с белыми отметинами на холке. Вообще, очень странная мазь какая-то, не понимаю, кто вообще ее придумал. Вот, но, тем не менее, в спойлерах она уже есть. Если хотите, можете полазить на просторах интернета, вы обязательно найдете все эти спойлеры, все породы, точнее, все масти данной породы и решить для себя, какую из них вы хотите. На самом деле, я не спешу покупать фриза. И я не удивлюсь, что я вообще его ближайшие полгода-год не буду покупать. Не потому, что у меня, допустим, сейчас такой запас СК, который я храню обычно на появлении редкой лошади, которая появляется на какое-то ограниченное время. Нет, просто потому, что эта лошадь не произвела на меня никакого глобального мощного вау. И да, кто не в курсе, я до сих пор не купила Марварии, чтобы вы знали. Сама сижу в шоке, но, хотя порода классная, я тоже ее ждала, правда, не так сильно, как прям фанатики этой породы, но да, у меня до сих пор нету Марварии. Во-первых, у меня есть кого качать еще до этого. У меня вообще дофига лошадей, которых надо качать. У меня вообще дофига лошадей. Но просто вот это значит, что если лошади у меня нету в конюшне из новых пород, это значит, что она меня не зацепила. Да-да-да, те, кто знают, сейчас начнут подпевать песню «Зацепила меня». Так вот, она меня не зацепила. Это я к тому, что даже если... Вот сейчас пока что я не собираюсь покупать себе СК. Как только я, допустим, закуплюсь опять СК, как полгода назад, извиняюсь за уведомление в ВКонтакте, то, возможно, я тогда и куплю этих лошадей, но чисто вам на обновление. Я же знаю, что вы любите смотреть, когда я покупаю лошадей, свои эмоции. Вот, и, ну, вообще вы любите смотреть мои видео. Если вы здесь находитесь, за это вам очень сильно благодарна. Так что, ребят, спасибо, коники, вы со мною. Поддерживайте меня. Вообще, я вас всех очень сильно обожаю. Это единственная техника, меня начинает подводить. От этого снимать становится всё сложнее и сложнее. Вот. Но я надеюсь, это пока что не смертельно. И в будущем, может быть, я как-то буду выкручиваться, потому что мой ноутбук уже перестаёт даже тянуть съёмку Star Stable, от чего я впадаю в шок. И если когда-нибудь я сниму видео, и оно будет лагать так, что смотреть я не смогу даже во время редактирования, то есть вообще будет всё невозможно, вот тогда я буду всерьёз задумываться над обновлением техники какими-то силами. Но пока что это вроде бы терпимо, я надеюсь, вы меня понимаете, потому что, ну, нет возможности моментально, если техника ломается, её обновлять. И поэтому придётся помучиться, потерпеть пока вот такое качество. Может быть, я смогу упросить своего молодого человека, что, допустим, пока его нету дома, я могла бы, наверное, снимать видео у него на компьютере, а редактировать и всё остальное, перекидывать уже к себе на ноутбук. Но это всё очень сложно, поэтому давайте не будем пока об этом думать. В общем, кстати, в этом обновлении я вроде бы рассказала всё. Если что-то забыл, ребята, извиняюсь, были очень тяжёлые суматошные дни. Я не прочитала обновление Я Бегунком, поэтому мне было важно показать вам этих замечательных фризов. Кому они нравятся, те их покупают, конечно же, катаются на них. Если, кстати, у вас пока нет возможности купить фризов, и вообще любой лошади, не расстраивайтесь. Это ещё не конец света. В будущем вы сможете себе купить старайдер и лошадей. Если вас игра зацепила, если вы её обожаете, то, несмотря ни на какие преграды, вы сможете её себе позволить. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Боже, как я балду из тракинецких! Субтитры подогнал «Симон»!